Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. И сегодня мы пообщаемся с политическим экспертом Михаил Чаплыгар. С нами на связи. Михаил, здравствуйте, рад вас видеть и слышать. Здравствуйте, соскучился уже. Это взаимно. Михаил, ну что же, начнем наш сегодняшний разговор с следующей информацией. За три месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия получила от экспорта ископаемых энергоносителей доход в размере 93 миллиардов. К такому выводу пришел Центр исследования энергетики чистого воздуха, опубликовавший 13 июня отчет о финансировании войны Путиным, импорт ископаемого топлива из России в первые 100 дней вторжения. Согласно данным исследованиям, Европейский Союз остается главным покупателем российских нефти и газа на его долю в период с 24 февраля по 3 июня приходится 61% экспорта ископаемого топлива из России на сумму в 57 миллиардов евро. И тут можем говорить о санкциях, и не только о санкциях, а о той поддержке, которую декларирует Европейский Союз, о Украине. Но ничего личного, только бизнес. Не так ли, Михаил? Ну, смотрите, помните, мы с вами говорили, ну, и меня за это очень часто критиковали, говорили, что я там, короче, скажем так, на разных работаю, да. Но я постоянно всегда говорил о вот этой комиссии Ермака Макфола, или Макфола, как правильно, вот, там очень много экспертов наших и международных, которые говорили о том, как санкции должны реально работать для того, чтобы они приносили пользу Украине, а не, там, каким-то магнатам, Норвегии той же, Индии, там, и так далее. Потому что пока что от этих санкций реально заработали кто? Сланцевики в США, которые вдруг с 18-го года стало выгодно экономически добывать этот сланцевый газ, то и заработали, ну, поставщики сланцевого газа, произошло замещение ресурсов под Европу, заработала Норвегия, космические деньги на нефти заработала Норвегия, Греция и другие страны, там, еще две страны, помимо Греции, играются в разбавленную русскую нефть и зарабатывают на этом космос, да, просто космические деньги. Индия, где Россия стала вторым поставщиком по величине этой нефти, то есть, ну, я уже приводил этот пример, то есть, если взять бочку нефти, грубо говоря, у вас там 10 бочек нефти, да, одна бочка стоит там 100 гривен, вот, грубо говоря, вы заработаете 1000 гривен за 10 бочек нефти, ну, и вдруг там вводят какие-то санкции, там, со-санкции и так далее, и вы продаете не 10 бочек, а 5, но продаете эти 5 бочек не по 10 гривен, а по 20. В результате вы, продав те же 5 бочек, заработаете те же деньги, а если вы продадите 6 бочку, вы заработаете больше, а если вы еще подарите одну бочку Африке, просто так подарите, вы вытесните конкурента из Африки и станете главным другом Африки, как это сейчас делается. Русские захватывают с Китаем Африку полностью, вон, обратите внимание, в Ливии, в Ливии упала добыча практически до нуля, ну, вы же знаете, там было два правительства, одно поддерживалось Россией, другое Западом, вот, собственно говоря, все, минус Ливия, ОПЕК в шоке, как говорится, да, вот, потом опачки, Алжир взял и разорвал договор с Испанией, говорят, русский след, ну, разорвал, а в чем вопрос? В Западной Сахаре, а что такое Западная Сахара? Ну, там просто песок, понятно, да, а кроме песка там реальные недра и так далее, то есть, ну, то, с чего окормлялась и Франция, и все остальные. То есть, начался захват Африки, нагло захват Африки. Зайдите просто в Гугл и посмотрите новости российские, просто по контент-анализу русские и китайские новости, и вы увидите, что в приоритете российских и китайских новостей это новости про то, как они захватывают Африку. Вот, собственно говоря, возвращаемся теперь к этим санкциям и со-санкциям. У нас со-санкции. Знаете, есть пение, как это, авторство и со-авторство, это как пение и со-пение, да, а у нас получаются санкции и, простите, со-санкции. Вот, мы получаем, мы пока что получаем со-санкции. Вот, причем со-санкционируем так каждый день, все хуже и хуже, да. То есть, шесть пакетов со-санкции? Со-санкции, да. При этом мы прекрасно понимаем, что до Нового года русские эту нефть будут гонять, что Греция и еще две страны просто глумятся над этими санкциями, гоняют эту нефть. Русские получили столько денег, сколько они никогда не рассчитывали получить. Это крупнейший вообще приход денег, по-моему, с 2014, через какого года. Они не знают, куда эти деньги девать. Реально не знают, куда девать эти деньги. Дополнительные. При этом у них еще до хера новых ресурсов. Ну, то есть, они же меньше продали, грубо говоря. И на эти бабки они начали захват Африки. Ну, вот, видите, как все интересно повернулось. А теперь самое важное. Вот, внимание. Пусть все зрители сейчас присядут и послушают. Значит, ситуация следующая. Вы думаете, санкции энергетические на Россию вводили только потому, что они начали войну с Украиной? Есть и другие причины. Давайте о них говорим. Нет, нет, не из-за этого. Вы помните, так называемый передел мира называется «зеленый переход». Это передел мира. То, из-за чего начались все войны в мире. Зеленый переход. Это когда. Помните, как в свое время была индустриальная революция, которая позволила Британии и западному миру стать теми, кем они стали. Они так обосрали всю атмосферу мира, как никогда в жизни. Но при этом они стали индустриально развитыми. Когда они заработали до хера денег, они стали золотым миллиардом. А когда они стали золотым миллиардом, они решили стать зелеными. И ввести карбоновый налог. Я это называю карбонобесие. Карбоновый налог на развивающиеся страны. И сказать, ну что, мы уже покурили ваши сигареты, а теперь каждый покурит свои. А, у вас ничего не осталось, потому что мы ваши покурили первой серии? А, ну извините. Вот, называется зеленый переход и карбоновый налог на развивающиеся страны. Так вот, согласно этого зеленого перехода, который придумали геронтократы, я их называю геронтократы, все эти Киссинджеры, Соросы, Трампы, Байдены и так далее, это геронтократы, которые когда-то были хиппи и весело курили бамбук. А теперь они пытаются защитить себя и свой золотой миллиард. И они придумали все эти переделы мира, зеленые переходы, карбонобесия, налоги на развивающиеся страны, карбоновые и так далее. Ну, в общем говоря, всю эту неолиберальную херню они начали продвигать в мире. И оказалось вдруг, что все реальное производство и что все реальные недра оказались не у западного мира. Они оказались в Бриксе, в Китае, в Индии, в России, где угодно, но только не у них. Просто борьба финансовых спекулянтов против производственников, ну, финансовых спекулянтов вы знаете под видом демократической партии, а производственников вы знаете под видом республиканской партии. Ну, вам рассказывают про великие демократические ценности, идеологии, там еще что-то, консерваторы, либералы. Не надо, не стоит на этом актуировать. Кто-то даже называет, почему-то называет демократов социалистами. Каким они боком к социализму, одному богу известно, да. Ну, вот, вообще это просто две лоббистские площадки. Так вот, товарищи финансисты, спекулянты, которых вы знаете в Украине под видом гончаруков, Яресик, всяких Тома Шейфиал, украинских прав, новых временей и так далее. Это все, все, это все, вот эти Могилянки, УКУ, это все оно. Вот, они представляют вот это крыло демпартии финансовых спекулянтов, которые воюют в Штатах с производственниками, которые называют себя консерваторами. И вот эта идея о том, что нам не нужно ни производства, ни недра, давайте мы для всех нищебродов заменим реальный мир диджиталом. Ну, то есть, вы хрен заплатите, сколько тут, ну, давайте представим себе, что вы захотели посмотреть мир, и решили, вдруг вам можно выехать, и вы хотите поехать, например, посмотреть Амстердам, реально потрогать его, понюхать, посмотреть, зайти, наверное, какой-нибудь... Если нюхать, то осторожно. Осторожно, да. Сколько это будет стоить вам денег? Я вам скажу сразу, ну, приблизительно полторы тысячи баксов. Полторы, минимум, минимум, а то и две. Скажите, у вас есть такие деньги? Нет. Но зато у вас в смартфоне будет диджитал-мир, где вы сможете это все посмотреть. Вам, нищебродам, предлагают диджитал-мир в говне. Ну, еще нос вам предлагают закрыть, чтобы вы не нюхали то говно, которое не видно в диджитал-мире. А вдруг оказалось, что диджитал-мир – это все говно на самом деле для нищебродов. И миром правят ископаемое. То есть, недра настоящие, индустрия настоящая, производство и так далее. То есть, основа и основа. Да. Финансисты проиграли эту херню. Они проиграли эту войну. И началось все с зеленого перехода, когда они вдруг решили это сделать. К чему я это все сказал? Сказал очень просто. Потому что санкции, которые вводились демократами, которые я даже не буду обсуждать, как якобы победили в США, и даже не буду рассказывать, как и зачем, они просто продолжили свою политику. Им нужно было ввести… Ну, они же отказались от ископаемого. Вы помните? Помните, как это было? Я же хорошо помню. Ну, вспоминайте, гугль в помощь. Вот эти все санкции – это не из-за войны. Они просто продолжают свою геронтофилическую политику вот этого зеленого перехода. Она самоубийственна для мира. Ну, вы же понимаете, что для того, чтобы жил диджитализерский мир для нищебродов, им нужно хотя бы какую-то белковую пищу давать. Ну, то есть, что-то им надо. Им надо кушать, писать, какать. То есть, нужна электрика, чтобы спускался унитаз. Эта электрика откуда-то должна браться. Индустрия. Смартфон должен быть произведен. Для этого нужны инертные газы. Эти инертные газы производились где? В России и в Одессе у нас. А теперь оно, ну, вы же понимаете, кто контролирует и как. Микросхемы сейчас не делают и многое другое. То есть, это ответ на передел мира. И они эти санкции вводили не из-за войны. Это просто их политика, провозглашенная у них в их избирательной программе. Убийственная для США, для мира и вообще для всего. Эти дети в кедах почему-то рассказывают нам про потепление. Почему? Потому что они убили образование. Образование они убили. И теперь никто не знает, вот я вам сейчас покажу, что есть такое понятие, как прецессия. Когда вы волчок запускаете, называется прецессия земной оси. То есть, волчок не ровно вот так крутится, а верхушка этого волчка крутится вот так вот. И этот период прецессии, этого вращения, он составляет приблизительно 24 тысячи лет. И вы знаете, уже были и потепления, и все остальное. Но вы об этом не знаете. Вы знаете о загрязнении, вы знаете о налогах и обо всем остальном. Поэтому все эти санкции и со-санкции, которые они поводили, это не из-за войны. Это для нового передела реальных недр и ресурсов. Это первое. И они заработали космические деньги. Космические. И Эксон, кстати, это не мои слова, если кто-то думает, что я теорию заговора тут цитирую. Нет, не мои. Это слова Байдена. Он сказал, что Эксон заработал больше, чем Бог. Цитата. Больше, чем Бог на этом всем. А сколько заработала Норвегия? А сколько заработали русские? На этих со-санкциях? А, точнее, извините, они, да, они заработали. Со-санкции были у нас, да. И это не из-за войны. Знаете, Михаил, у нас что следует обратить внимание? Что крупнейшими импортерами были Китай 12,6 миллиардов евро, Германия, о которой мы часто говорим, 12,1 миллиард. Италия 7,8 миллиардов, Нидерланды 7,8 миллиардов, Турция 6,7 миллиардов, Польша 4,4 миллиарда, ну и далее Франция 4,4 миллиарда евро также. Ну, я вам сразу скажу, все европейское чудо, которое случилось после падения Берлинской стены, оно существовало только и исключительно благодаря подпитке из Российской Федерации. То есть, ресурсами. Уберите эти ресурсы, сделайте переворот в Африке продуктом. Зачем Россия играет, ну, глобальные игры, Россия же не одна. А что, США не играют? Играют. А Британия не играет? Играют. Зачем они играют продовольствием? Очень просто. Нет же ротвы в Африке? Начинаются перевороты. Начинаются перевороты. Кто получает контроль? Кто сейчас обеспечивает питьевую воду в Африке? Знаете кто? Китай. Кто обеспечивает логистику? Китай. Кому поручили грязную работу? Русским. Кто открывает порты сейчас? Никарагуа, казалось бы. Помните, руки прочь от Никарагуа? А, а Никарагуа... То есть, процессы не руководят Китайская Народная Республика, Компанк, КНП. Друзья мои, да сейчас пошел такой глобальный передел. Скоро Брикс будет чуть круче, чем G7, поверьте. Вот, и многое другое. Но я к чему веду? Все эти санкции, это было говно, которое нужно было просто, легитимизировать вот эти все их игрища в зеленый, так называемый, переход. И они, естественно, вторым концом, извините, ебанули полобешнику им всем. Они нам это рассказывали, что это якобы против России. А Россия вместе с ним на этом заработала. То есть, заработали реальные владельцы недр. А нам под этим предлогом продали идею о том, что нам нужно продать недра, отдать их. Отдать недра, понимаете? И отдать зерно. А зерно это тоже недра. Оно растет на земле. Мы должны были отдать землю, зерно, недра. Все. Реальное отдать им. Товарищ из Майкрософта, это тоже геронтофил. Скажите, пожалуйста, он пока вам диджитализерский мир продавал, он землю реальную где скупал? В США? Он крупнейший землевладелец. Ах ты ж хитразделанный-то какой. А нам диджитализерский мир-то продавали. Через этих слайдиков недоделанных, которых нам ставили в правительство и так далее. А теперь вы знаете правду, что все эти санкции, это всего лишь и глобальная адженда. А война это просто повод. Поэтому не удивляйтесь, если они приносят прибыль России, Индии, всем, США, Норвегии. А мы получаем от этого со-санкции. Вот оно как работает. То есть, Михаил, по сути, когда не остается вопрос, уже обсуждается седьмой пакет санкций Российской Федерации, против Российской Федерации, то нужно задавать вопрос, а сколько Россия поимеет? Правильно я понимаю? Да, конечно. Они поимеют много. И поверьте, Россия на 49% это американский капитал глобалистический. Ну, то есть, не США как государство, а глобальный капитал. 49% это Россия. И вы что думаете, что они не играют против нас? В Украине 90% глобальный капитал. В России 49%. Ну, о чем мы вообще разговариваем? А теперь, когда выходит Байден и рассказывает о том, что это налог на Путина, ну, то есть, они напечатали триллионища, не один, а триллионища долларов пустых. И они занимались тем, что они продавали доллар. Они продавали бумагу. Они ее продавали всю жизнь. Продавали национальным банкам, как резервную валюту и так далее. И таким образом, они складировали свою инфляцию в национальных банках чужих стран. А теперь, когда они решили, что можно отжать чужие доллары, ну, скажем там, Никарагуа или, ну, не знаю, Афганистан. Они же резервную валюту в какой держали и где они? В Штатах держали. Оказывается, что если мне не нравится политика Штатов, то эти деньги можно отнять. А четвертые, пятые, шестые страны задумаются о том, например, Китай или другие. А стоит ли в долларе вообще держать? Вы же продавали доллар. А теперь, получается, если нам не нравится США, вы этот доллар заберете? Так пошли вы нафиг. Вот она обратная сторона. Значит, доллар упадет. И упадет вся гегемония в таком случае. А если мы инвестиции вкладывали куда? Самое надежное, гарантированное инвестиционное гавань США. А если вы собственность будете отжимать, то что? Именно это не мои слова. Не надо рассказывать про то, что я там теорию заговора и так далее. Это слова министра экономики США. Женщина. Она очень жестко по этому поводу прошлась. Ну ладно, возвращаемся. К чему я это все веду? Я веду к тому, что попытки свернуть это якобы, ну то есть там налог на Путина или там в США, там вот это все или так далее, это все глупости. Ребят, вы напечатали триллионы баксов пустых и никуда вы их не продали, потому что сами себя подорвали. Более того, вы санкции вводили почему? Потому что у вас зеленый переход. Ну, а я разве не предупреждал вас, что это великая афера? Что даже если бы не было войны, вы бы просто повесились. Ну нельзя отказаться. Ну то есть можно, конечно, девочку назвать мальчиком, как у вас там принято. Или там транс, не знаю, кем там она, сверху девочка, снизу мальчик или наоборот. Все можно. Ну понимаете, в чем дело? Это все равно, что спорить с Богом. Понимаете, можно поспорить. И даже выиграть можно, теоретически здесь. Но в глобальной перспективе нет. Поэтому все исторически закончилось так, как оно должно было закончиться. И эта война, просто повод для них в это играться. Вот и все. Ну, давайте так. На этом ставим пока три точки. Да, три точки поставим. Потому что сейчас, если же мы будем разбирать наше информационное пространство, и те темы, которые на поверхности, сейчас обсуждаются вопрос, предоставят или не предоставят Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Вот этот вопрос должен решиться совсем скоро. И также Киев якобы в ожидании визита немецко-французско-итальянского трио в лице Макрона, Шольца и Драги. Вот тут есть определенные непонятки. То приедет Макрон, то не приедет Макрон, Шольц. Также ничего не комментирует относительно Драги. Если честно, я вот не знаю, зачем они приехали. Если втроем, то что это будет означать? То есть они с каким-то планом приедут или будут давить на Киев? Ваше мнение? Я думаю, что будут давить. Ну, то есть уже включилась программа Киссингера везде. Нравится это или нет? Включилась программа Киссингера, идет принуждение к миру. То есть все, все поняли, о чем речь. Всем нужно быстро закрыть эту тему. Это глобальный мир. В этом глобальном мире абсолютно плевать, кто осуществляет суверенитет. Ну, к примеру, наши зрители хотят видеть это видео. Ну, допустим, хотят. Суверенитет над вашим компьютером осуществляете вы. Скажите, пожалуйста, зрителям вообще важно знать, в чьей собственности ваш компьютер? Вашей, русской, китайской? Вообще плевать на это. Их интересует что? Продукт. Они хотят знать, что видео мое с вами выйдет в эфир, и они его посмотрят. Правда? Да им насрать, кто осуществляет суверенитет. Понимаете это? Им плевать на ваши беды, что вдруг там у вас где-то заказы. Возможно, особо любопытным это также было бы интересно знать. Ну, пожалуйста. Кто осуществляет наш информационный суверенитет. Да, конечно, мы бы так ходили и выяснили. Да, понятно, теория заговора интересна. Но с точки зрения глобального мира, кому-то интересны ваши, ну, к примеру, там, представим, там, девушка, надеюсь, все-таки у вас там девушка, то есть, невзирая на трансгендеральные, так сказать, веяния глобального либерального мира. Вот. И вдруг ваша девушка решила... Все нормально. Все нормально. Решила отжать у вас компьютер. И будет он в ее собственности. Скажите, с точки зрения зрителей, вам это интересно? В чьей собственности этот компьютер, с которого мы тут вещаем? Нет. Теперь вы поняли? Им насрать, кто осуществляет суверенитет. Над недрами, землей и всем остальным здесь. Понимаете? Главное, чтобы это все поступало. Есть две вещи, которые они хотят контролировать. Санкции. Это способ экономического контроля. Или протекторат. Вот и все. Больше ничего их не гребет. Поэтому то, чего они хотят, они будут принуждать к миру. Да им плевать, сколько части территории отойдет к России. Им плевать, какая часть территории будет под их геополитическим контролем называться ГДР. Им плевать, какая часть будет называться ФРГ. Главное, чтобы не было обеспечено из этой жизни. Вот, Михаил, хотел бы обратить в этой связи ваше внимание. Наши зрители на публикацию агентства Reuters. Они пишут, что союзники Украины разделились во мнениях относительно завершения войны с Россией. Среди стран НАТО существует, как минимум, несколько позиций относительно того, как необходимо действовать дальше. Италия и Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия. То есть, грубо говоря, им пофиг. Польша и страны Балтии требуют добиться однозначного поражения России. Франция и Германия выступают за переговоры с Путиным при сохранении санкций. То, о чем писал, кстати, Пианковский, что они крайне не заинтересованы в победе Украины, потому что страна-победитель и будет диктовать условия новой структуры международной безопасности. Штаты, а что, собственно говоря, Штаты? Они стремятся ослабить Россию, но не добиться смены политического решения. Оля? Да я вам сразу это скажу. Вы долго вообще погуглите буквы СНВ. Три буквы. Гугль в помощь. Я же об этом говорил с декабря. Договор СНВ-1 был подписан еще когда Союз доживал свои последние дни. Зачем? Чтобы не распространялось ядерное оружие. Ну, не надо верить в эти сказки, что все хотят, чтобы Россия развалилась. Запад делает все, чтобы она не развалилась. Поймите. Договор СНВ-2 был подписан уже потом. Сейчас идут разговоры СНВ-3. Оттуда дальше следствие. Опять же, Гугль. Лиссабонский протокол. Сколько стран владели. Ну, и так далее. А кто является главным идеологом СНВ-3? Ну, СНВ-3 уже русские хотят. Русские хотят СНВ-3. Они хотят пересмотреть. Ну, по сути, пересмотреть СНВ. Вот. И так далее. То есть, ну, я понимаю, что с точки зрения какого-нибудь там небольшого города, где находится основная масса зрителей нашего монотелеканала, они не поймут и половины букв, которые я сказал. Но вы же понимаете, как взрослые люди, что происходит и как. Поэтому нужно четко знать, кто реально хочет будущего для страны, а кто играет на глупости. И на том, что у нас нет образования, чтобы понять даже слово «прецессия», что такое СНВ и многое другое. Ну, хорошо, а вот найдутся те зрители и слушатели, которые в комментариях к этому видео, я тут уважительно отношусь ко всей нашей аудитории и приветствую любые мнения, но начнут писать в комментариях, вот опять же плей, он разводит зраду, что все погано, голе боссе, предают и так далее и тому подобному. Ваш аргумент. Очень просто, да, я развожу зраду, да. И я говорю, что наша беда в том, что у нас нет образования. Это я говорю, да, это зрада. Потому что я не могу вам объяснить, знаете, как вот для каждой математики существует свой математический аппарат и свои понятия, и нужно это учить. То есть так же, как есть эвклидовая геометрия, да, двухмерная, а есть неэвклидовая геометрия, она не двухмерная. И в этой неэвклидовой геометрии параллельные могут пересечься, понимаете? Как я неэвклидовую геометрию объясню вам в эвклидовой геометрии? Никак. Если я выйду и скажу параллельные пересекаются, вы меня покрутите у виска, правда? Для того, чтобы вы это поняли, нужно образование. Я всегда выступал за то, чтобы люди были умными и чтобы они думали. Я выступал против пропаганд, кстати, хотел бы с вами тоже об этом поговорить чуть позже. Но почему? Потому что я говорю, что нужно верить своим гражданам. То есть если вы дадите образование своим гражданам, они будут защищать себя очень грамотно. Их не нужно будет ни обвинять, ни затыкать им рот, ничего. Они смогут сами осознанно любить свою страну. Их не нужно будет к этому принуждать. Поэтому к чему я веду? Это зрада, да. Но я хочу, чтобы мы осознали нищету духа и знаний, то говно, в которое мы впали, для того, чтобы мы могли подняться, оттолкнуться от дна, подняться и, ну, скажем так, построить нашу собственную, субъектную, независимую, суверенную страну. Потому что глупо кричать о суверенитете и, грубо говоря, говорить о том, что мы за суверенитет, при этом понимая суверенитет как антироссия. Простите, а как можно говорить о суверенитете, если мы вступаем в Евросавок, в Евросавок, по сути, или там, например, под протекторат Британии или США? Как? Я выступаю за суверенитет, то есть самостоятельность, самостийную Украину. И я, честно вам скажу, больше, наверное, как бы это, оксюмурон, наверное, я чем-то похож на УПА, которая воевала в свое время и против немцев, и против СССР, за Украину. А ведь СССР кричал, если ты за немцев, значит, ты типа против СССР. Немцы кричали, если ты за СССР, значит, ты против немцев. А я говорю, я за Украину, я против вас обоих. Чума на оба ваших дома. А теперь с этим ЕС. Вот эти трое, лицехранители, как их назвал Борис Тизенгаузен, кстати, грамотно назвал, назвал их лицехранители Путина. Помните? Сохранить лицо. Вот эти лицехранители, блин. Особенно Амакрон, любитель телефонных разговоров. Трое лицехранителей Путина собрались в Украину. С какого хера, простите? Я вам сразу скажу, ну, явно же не с хорошими новостями, понимаете? А с другой стороны, а что нам с этого членства, не членства, членства, это хотя бы можно... Кандидатство. Да, членство можно хоть сантиметром. В Европейском союзе. Ну, да, жарю, член можно померить сантиметром. Но это уже хоть что-то. Маленький, большой уже такое дело. Членство это хотя бы о линейке. А кандидатство в членство это что? Давайте спросим это у Эрдогана. У Эрдогана, да. Эрдоган уже 20 лет бегает и спрашивает, где моя линейка член померить. Он у меня большой. Если память не изменяет, то более уже 20 лет Турца ходит. Более. Кандидат. Более 20. Да, более 20 лет. При этом, поскольку они никак не хотят дать ему эту линейку, чтобы он померил этот размер, он регулярно тем, чем оно не измерено, трындит по башке этим всем Грециям и так далее. Причем, говорит, еще раз рот откроете, блин, вообще ваши острова позабирают. Ну, вот такая вот дружба, мир в едином европейском мире, да. Про НАТО я вообще молчу, там про Швецию эти и так далее, Грецию и так далее, и Финляндию. То есть, Турция, в общем, правильно говорит. Мне насрать, есть у вас шашечки или нет, мне ехать. Правильно? Говорит, вы знаете, мне все равно, дадите вы мне линейку, ну, то есть, вступить уже в ваш этот членский союз, или вы их будете без линейки, чтобы никак не померить. Так вот, я вам достану и вам покажу, блин, по башке. И он показал, уже нефть, уже трубу тянет по дну, газик забирать со Средиземного моря. Причем, предупредил, если турки не, ой, господи, турки, греки, не дай бог там где-то появятся на горизонте, будут там этих, рыб кормить ниже. Вот, собственно говоря, вот такая вот у них евросемья. Вот. А нам предлагают членство, простите, кандидатство в членство. В общем, я вообще не понимаю, что это такое. Причем, некоторые предлагают условное кандидатство в членство, а некоторые... Ну, с определенными ограничениями, либо требованиями. Но, Михаил, здесь другой дискусс разворачивается. Да не нужно нам это кандидатство в членство, давайте нам оружие лучше. Честно вам сказать, я бы поддержал этот дискусс. Вот честно. Я прекрасно понимаю, что в Евросоюз мы никогда не вступим в тот Евросоюз, который есть сегодня. Никогда. И с вами мы это разобрали очень просто. Потому что Евросоюз-то четыре свободы. Четыре свободы плюс институциональность. Четыре свободы. Свобода перемещения товаров, услуг, денег и капитал. Ой, деньги и людей. Ну, капиталы и людей. Четыре основы. Евросоюз-то так называемое «акик коммините». Ну, у меня французский херовый, я не знаю, как его назвать. Ну, «акис», оно, по-моему, пишется «коммунитайре». Ну, в общем, по-французски «акик коммините». Копенгальдские критерии, которые мы никогда не будем им соответствовать. И многое другое. Более того, квота членства в Европарламенте высчитывается от количества людей. То есть, либо нас будет 5 миллионов, чтобы мы могли туда вступить. А если нас больше 5 миллионов, ну, сами понимаете, да? Поэтому мы никогда туда не вступим, в принципе. А если что-то, куда мы вступим, как это, как не в говно, так в партию, да? Вот туда вступим. Так, вроде говорят. Да. То это уже будет не тот Евросоюз. Потому что в таком случае Франция, Италия и Германия, они сделают свой Евросоюз внутри Евросоюза. А то, что куда нам предложат вступить под видом Евросоюза, уже будет не тем Евросоюзом, куда мы шли. Мы никогда туда не вступим. Точка. Это понятно. А кто не понимает, что такое Евросоюз, я хочу всем еще раз отправить в гугль. Ребята, это союз угля и стали когда-то был. И он до сих пор, кстати, существует. Они просто объединялись ради бабла. Бабла, подчеркиваю. И что, вы со своей голой задницей хотите прийти к ним и сказать, что они должны вам бабло? Евросоюз – это, естественно, европейские ценности. Но только у нас. Это мысли о европейских ценностях, там демократии, всякие хератии, верховенство права. А у них европейские ценности хранятся в Центробанке Европы. Поняли? Вот, собственно говоря, так. А если у вас этих ценностей нет, ни хер туда соваться. Это кратко. Ну, в общем, вот как-то так. Поэтому я считаю, все эти пляски с бубнами по поводу Евросоюза и так далее. Ребят, дайте нам 4 свободы и право трудоустройства. Все, больше ничего не надо. И про оружие не забудьте. Это другая история. А теперь об оружии. Вы же понимаете, что если существует план Киссинджера, то, соответственно, поставки оружия в Украину будут только тогда в полном объеме и весь Атлайн Лизы и все остальное. Когда произойдет, по их сраному плану, они же хотят разделить Украину пополам, условно. Для того, чтобы порядок на восточный наводило ОДКБ, а на западный НАТО. Это же, блядь, назовите это русским нарративом, да чем угодно. Ну, а это же план Киссинджера, по сути. Это же то, что было написано в итальянском плане. Или вы разучились читать между строк. Да, формально, формально. Вышел Пентагон, вчера, по-моему, или когда. Вышел Пентагон и сказал, всем, всем, всем мира добра, бобра, всем бобра. Значит, достигнуто глобальное соглашение о том, что Украина в глобальной перспективе как государство будет существовать. Пуписяц. Это как мне понять? Это как понять это заявление? Еще министр обороны США Луя Досин говорит, что мы будем помогать Украине всем, чем потребуется, любым оружием, все будет хорошо. Вот 15 июня, третья уже встреча в Рамштайне. Что написано в их сраном плане? Написано, что Украина де юре якобы продолжает существовать, но в виде федерации или конфедерации, где восточную часть контролируют русские, с которыми никто не согласен и вводят на них санкции и со-санкции. Ну, естественно. И они на этом зарабатывают 93 миллиарда. Да, да. А западную контролирует НАТО. Так, соответственно, из этого плана проистекает, что да, раз контролируют НАТО, то все, что они дали, свое оружие, они чужим руки не дадут. Оно будет там. Но после этого. Поняли? Теперь понятно, почему они тормозят с его поставкой. И где этот ленд-лист? Кстати, Советский Союз ленд-лист когда пришел? Через год или через два? Ну, приблизительно. Ну, давайте так, объективно. И наш это из 40 миллиардов... Союз экспертов говорил, что в 43-м году. Ну, где-то так, ну, то есть полтора года, по сути. А вы в курсе, что все господство США в Юго-Восточной Азии и вообще в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это результаты ленд-лиза. Потому что все базы они получили в оплату ленд-лиза. Круто, да? Ну, и многое другое. То есть, еще раз говорю, беда наша в том, что мы не учили историю, и нам просто мозги пудрят. И этот план Киссингера, да, он существует. И наша задача, наша, понимать циничность этого всего и сломать их сраный план. Насколько мы это можем? Хорошо, как будем ломать этот план, этот план Киссингера, Михаил? И мы с вами уже обсуждали. Окей, Киссингер высказался относительно того, что садитесь, мол, друзья, за стол переговоров, договаривайтесь, идите на территориальные уступки, сохраняйте морду лица Путину, но с войной пора заканчивать. Но выступал и другой дедушка, Сорос. Он говорил совершенно другое. Нанести военное поражение на Российской Федерации только это поможет сохранить нам нашу цивилизацию. Вот такие вот, правильно. Да. Ежик сильный, но легкий. Этот анекдот я уже рассказывал, да. Ладно, давайте пойдем чуть дальше. Ну, два геронтофила решают свои лоббистские задачи. Мне это все понятно, да. Удачи им. Я вообще призвал бы их это делать в Лондоне, потому что эти британские острова прекрасно, собственно говоря, они сражаются за свое будущее. Нашей ценой, правда, ну, совпадающие с интересами, но за свое будущее. Потому что у них будущего нет. Если будет континентальный треугольник, и будет та стратегия Киссинджера и так далее. Вот, собственно говоря, и все. Вот. И то, что они там начудили недавно с Ирландией, кстати, всем также советую почитать, что там Британия решила начудить Северную Ирландию в плане Брекзита. И что произошло по этому поводу в Евросоюзе. И как это все отразилось в треугольнике Британии, США и Евросоюз. Вот. Поэтому еще раз скажу. Британия всегда борется за свои интересы. Всякий пират защищает только свой корабль. Понимаете это или нет? И даже если визуально совпадают интересы с этим кораблем, это точно так же, как было с поставками энергоресурсов из России, совпадали интересы, великая дружба России и Евросоюза. Евросоюз делал вот это европейское чудо евросовковое, в которое мы так верили, на которое мы не поднялись. А потом оказалось, что, собственно говоря, это просто были интересы России. Теперь они не знают, как с этой иглы спрыгнуть. Та же херня точно так же разворачивается в интересах Британии. Тут чуть-чуть другой плескость. Скоро мы это тоже поймем. Ну а теперь идем дальше. Как это все сломать? Осознать просто все то, что я наговорил здесь. С помощью гугля, учебников, школы. Понять, что Украина нужна только украинцам, больше никому. Украинцам. Что геройство, геройство, это не когда ты с граблями валишь на танк, это называется безрассудство. А тот, кто тебя мотивирует с граблями валить на танк, это подстрекатель. А что геройство заключается в другом. Осознать, оценить, намешать бутыль, который тебе нужен, лечь тихонечко под этот танк, пусть он подумает, что он тебя победил. Танк пусть проедет сверху. А ты поднимешься, закуришь папироску, подожжешь бутылочку и с точным расчетом метнешь бутылочку сзади к этому танку, чтобы он ебнул и сгорел. Вот это будет геройство. Все остальное безрассудство. Но, опять же будут кричать, что я рука Кремля, да, где-то так. За Родину нужно не умирать. За Родину нужно жить. Понимаете? Потому что если вы умрете за Родину, эта Родина достанется пакистанцам. Запомните это. Вы должны жить для Родины. Вот главное идеологема. Ну, а теперь о пропаганде. Вы правильно начали говорить о Киссингере и так далее. Это же просто информкомпания, правда? И многие говорят, что Киссингер – это проводник русской информкомпании. Да. Потому что русские занимаются формированием ландшафта, информационного ландшафта. У них есть так называемый русский мир. Единая концепция. Свод идеологем. И им не нужны темники, потому что любой лом, лидер общественного мнения, любой политик, он просто может сравнить вот этот комплекс идеологем с тем, что он несет, и под этим углом написать то, что нужно. У нас есть украинский мир? Тот, о котором я говорю уже два года. Нет? У нас есть только рефлексии. То есть, я открываю... Объективно говоря, Михаил, по правде говоря, что мы больше говорим о русском мире, нежели об украинском. Так мы же его пиарим. Вот эти все опровержения, стоп-фейки, развенчание их не пропаганды и так далее. Вы что, не понимаете, что это усиление их пропаганды? Я не лажу по русским ресурсам. Мне даже там лазить не надо. Я открываю наших опровержителей. Я знаю их нарративов больше, чем если бы я лазил по этому русскому миру. Вы это понимаете? Вы понимаете, что мы о русском мире узнаем больше из речей патриотов наших, которые это развенчивают? Какого хера вы вообще там пасетесь? Я туда не захожу. Но я же рука Кремля. А вы патриоты. Ядрить удивительно получилось, правда? Так вот, где пропаганда украинского мира? Где концепция украинского мира? Где альтернативное ландшафтоформирование информационное наше? Или мы так и будем идти в фарватере русского корабля за ним же и рефлексировать на все, разгоняя фарватер этого русского корабля? Вот об этом нам нужно задуматься. Вот о чем. Нам нужно формировать нашу государственную пропаганду. Настоящую, нерефлексированную. Не местечковую, селющую вот эту, которую делают, а настоящую, украинскую. Нам нужен имперский украинский проект. Нам нужно не бояться раствориться в большем. Да, конечно, когда вы приедете в село Лобковая Балка, там, грубо говоря, позняки мои возьмут, и вот решат все позняки, моя республика позняковская, приехать в село Лобковая Балка и поселиться там. Скажите, пожалуйста, если мы все там поселимся, сельчане Лобковой Балки, они обидятся на нашу позняковскую республику, потому что им придется раствориться в нас, правда? Они же не будут нас принимать. Они будут кричать, вали отсюда, позняковский мир, ну и так далее. Но если они захотят стать частью большего, они должны будут не бояться, а утратить свою идентичность. Они обретут новую, более большую. Чувствуете разницу между хутором и полисом, между империей и мелочью? Огромнейшая разница. Так вот, знаете, как есть две философии. Когда наступает война, грядет, одни что делают? Начинают подвалы забивать соленьями, кишками какими-то там вареными и так далее. Жрать, думают, будет. Ну, жрату же не будет, надо накопить. А другие, а другие покупают патроны. Так вот, выживут те, кто покупал патроны. Потому что они обязательно найдут тех, кто складировал всю эту тушенку. Понимаете? Так вот, нам надо быть не тушенкой. Нам нужно быть теми, кто покупает патроны. Теми, кто видит глобальный мир. Кто не боится раствориться в чем-то большем и стать этим большим, стать империей. Где наша идеология украинского мира, империи? Почему мы боимся силу лобковую балку растворить в огромном глобальном мире? Это я к чему? А помните все эти споры по поводу Невзорова и так далее? Чего вы боитесь? Ну, и в этом контексте о Невзорове. То есть я к чему веду, что вот скандал с Невзоровым, грубо говоря, ну или мелочь. Мелочность этого скандала, она показала вот эту вот разницу между хатарянской идеологией и полисом. Смысл в том, что не нужно бояться чего-то другого. Конечно же, мы утратим какую-то чуть-чуть своей идентичности, мы приобретем другую. Нам нужны эти ломы. Нужны для империи нашей, украинской, для того, чтобы мы боролись за свое будущее в этом глобальном мире. Вот. И, собственно говоря, когда я говорю о том, что нужна украинская пропаганда, я говорю о том, что нам нужна своя, не рефлексивная, а информационно-ландшафтно-образующая пропаганда, единая, комплексная, целостная, но для этого нужна концепция украинского мира. И над ней нужно профессионально, серьезно работать. И, собственно говоря, это была бы задача, я не знаю, для Минкульта или для какого-то, может быть, специального центра или при кабинете министра или при президенте, но это должна быть серьезная группа людей, которые могли бы прописать концепцию Украины, как ее мы хотим видеть в будущем, неважно того, есть она сегодня или нет, какой мы ее хотим видеть в будущем. Вот так, как сделали в свое время в той же России экспансионно, да, вот этот русский мир. Нам нужно сделать украинский мир и нам нужна наша украинская пропаганда. Ну что же, Михаил, это отлично, я думаю, в завершении нашего с вами эфира этого разговора. Есть о чем подумать, над чем поразмышлять. И, пожалуйста, призываю всех наших зрителей и слушателей, не поленитесь, вот то, что вы думаете, вот и по результатам этой нашей с Михаилом беседы, пожалуйста, напишите, вот свои какие-то мысли, очень интересно будет услышать ваш отклик по результатам этого почти 40-минутного эфира. Огромное спасибо вам, Михаил Чаплыка, политический эксперт, был сегодня вместе с нами на Политех, а также огромное спасибо всем нашим слушателям, зрителям. Берегите себя и я соблю Украину. Всего доброго.